Ну и теперь о спорте. Ставрополь принял у себя второй тур чемпионата России по пляжному гандболу среди женщин. В краевую столицу приехали кудесницы ручного мяча из Москвы и Краснодарского края. Всего около сотни девушек. Шансы хозяек площадки оценил Вадим Маскаленко. Лето, солнце и песок. Этим девчонкам и моря не надо. Этап чемпионата России по пляжному гандболу в Ставрополе проходит во второй раз. Как и в прошлом году, спортсмены сражаются на высококачественном песке в Парке Победы. Сборная краевой столицы с каждым годом выступает все лучше. Пока что мы делим первое место с командой Краснодара. У нас получилось, мы на первых двух турах сыграли 10 игр. 9 выиграли, одну проиграли команде Краснодара. То есть у нас с ними в очных встречах одна победа, одна поражение. Отношения профессиональные, это как минимум. Девочки тренируются, работают, выкладывают. И растут профессионально. В отличных результатах заслуга и неунывающего капитана команды Дарьи Саматовой. После изнуряющего чемпионата страны поиграть на песке одно удовольствие. Это зрелищная игра. Пляжный гандбол, он рассчитан на большее количество зрителей, именно для устроения шоу. Потому что это песок, здесь у нас необычные броски, здесь вертушки, здесь воздушки, здесь меньшее количество человек, здесь множество замен. На своей площадке наш коллектив проведет пять игр в течение трех дней. Но вне зависимости, как наши гандболистки выступят здесь, они уже застолбили за собой место в финале, который пройдет с 8 по 12 августа в Краснодаре. У нашей сборной есть все шансы впервые в истории выиграть чемпионат России. Вадим Маскаленко, Виктор Романенко, Вести, Ставропольский край.